такой вопрос ко всем сколько у вас валиков на объекте почему этот вопрос очень важен сейчас поподробнее остановимся да часто бывает так что на объекте существует один максимум 2 валика но чем это чревато вообще для чего нужно и какое количество нужно валиков почему этот вопрос очень важен но я скажу такую цифру сразу для тех кому кто не терпится что не меньше пяти валиков должно быть на объекте я говорю пока о комплексном ремонте допустим вы полностью берете всю квартиру или комнату то есть у вас должно быть не меньше пяти валиков давайте поподробнее остановимся на каждом из них первое это валик для черновой валик для грубых поверхностей для грязных поверхностей таких как стяжка таких как стены например кирпич бетон то есть для таких поверхностей должен быть отдельный валик второе это для отштукатуренных поверхностей таких например такими штукатурками как волма слой то есть грубо говоря вот такая поверхность вот для нее должен быть отдельный валик соответственно если вы будете грунтовать валиком которым вы проходили пол или которым грубую стяжку проходили песочную песчано-цементную вот то мусор песок у вас будет на стене потом когда вы будете следующие слоя шпаклевать вас соответственно этот песок будет мешаться потому что от грунтовки много зависит то есть если вы плохо будете то есть не менять будете валики а будет тем же самым валиком поверьте мне если вы будете мыть валик которым вы грунтовали пол вы все равно не отмойте до конца песок то есть он забьется у вас где-то между то есть между мехом соответственно потом в ненужный момент это эта песчинка прилипнет на стену вот бывает так что он даже засыхает в самом валики уже на тубе там внутри и потом со временем отстает и прилипает самый неподходящий момент вот но казалось бы здесь не так важно но все равно напрягает когда вы начинаете от штукатуренную поверхность шпаклевать у вас сверху песок это очень напрягает вот и приходится то есть потом шпателем чистить перед нанесением вот это ненужная как говорится работа поэтому и самое главное это нервы то есть вот мы сказали второй валик 3 для чего нужен третий третий валик нужен для нанесения уже шпаклевки то есть даже в таком случае у вас есть блуждающий песок на стене вот есть такие места где штукатурка вылазит какие-то песчинки вылазит то есть есть все равно такие места потом у самой штукатурки фракция есть по моему мраморная какая-то белая фракция она крупная соответственно она тоже по стене бегает даже так рукой проведешь небольшие песчинки есть то есть если мы будем этим валиком грунтовать уже шпаклевку который очень мелкая фракция то соответственно мы занесем вот этот мусор в шпаклевку поэтому для шпаклевки должен быть другой валик вот обратите внимание у меня в данном случае две ванночки вот здесь она более такая грязная вот хотя я валик мою периодически но все равно попадаются небольшие камушки вот в валики соответственно этот валик я не буду использовать для шпаклевки вот это у меня для шпаклевки да понятно бывает все равно попадается но все равно то есть разница на лицо даже сама ванночка там более грязная здесь чистая то есть для шпаклевки у вас должен быть другой валик это третий дальше для чего нужен четвертый валик четвертый валик нужен у вас для покраски для покраски это вообще отдельно никак она не должен не должен этот валик прикасаться к промежуточным шпаклевкам когда вы будете там что-то под грунтовывать где-то как-то вот то есть это отдельный валик и он только ждет своего когда нужно будет красить стены единственное когда вы можете его использовать это для последнего грунтовочного слоя перед покраской вот это единственное когда вы можно использовать вот то есть потому что поверхность у вас уже идеальная соответственно прошпаклевана финишными пастами никакой там никакого там зерна уже на стене нет вы перед покраской и можете грунта ночь до такой валик уже не подойдет потому что я говорю вот все эти ступени все равно где-то может присутствовать песок вот в последнем этапе когда вы уже будете грунтовать под покраску советую использовать валик для покраски вот это получается у нас четыре валика то есть без них никак если мы где-то что-то упустим то песок у нас будет все время мешаться все время будет он нам напоминать о себе песок который от которого мы не избавились вот и последний пятый валик для чего нужен пятый валик казалось бы все все решили четыре валика нет пятый валик нужен для обоев то есть для обоев должен быть свой валик не нужно мешать краску для покраски валик им для обоев не нужно также для шпаклевки использовать которые мы грунтуем валика для обоев потому что часто вот эта ошибка бывает когда мы тем валиком которым шпаклевку грунтуем потом грунтуем на мажем клей клей для обоев то есть по той же причине какой-то песочек маленький остался блуждающие валики потом мы поклеили обои у нас клей высох и под обоями песок все очень часто такие моменты то есть для обоев должен быть свой валик никогда его не используйте больше ни для чего то есть только для обоев это первый момент второй момент можно ли использовать для покраски то есть обойный валик для покраски тоже не используйте потому что если вы не до конца вы найти валик то есть краска очень плохо ведет себя с клеем то есть бывали такие случаи когда мы например залазим клеем когда обои на потолок и потом красим потолок вот где клей зашел на потолок то есть он вступает в реакцию с краской и становится петли темные пятна в тех местах где есть обойный клей вот поэтому не надо мешать то есть используйте отдельный валик то есть для краски то есть лучший результат будет когда вы будете красить не мешайте соответственно вас никакая краска не вытечет из валика в ненужный момент когда вы будете обои клеить вот как часто бывает вот и таким образом получается 5 валиков это минимум я уже не говорю дальше если вы будете отдельные какие-то цвета красить краски например темные, светлые, там уже понятно, что еще нужны будут другие валики. Это уже отдельно. То есть минимум 5 валиков. Проверьте свой инвентарь. Имеется ли у вас столько валиков. Именно это будет влиять на качество ремонта. Как мы обычно делаем? Обычно новый объект приходит, мы покупаем за счет заказчика 1-2 новые шубки. И, соответственно, они двигаются уже ниже. Те, которые были для покраски на прошлом объекте, становятся уже для шпаклевки. А те, которые для покраски, уже ждут своей очереди, когда мы будем красить. И таким образом набирается полный арсенал из 5 валиков. Не нужно думать, что это очень сложно. Это на самом деле так должно быть. Вот все. Какие-то вопросы пишите в комментариях. На этом все. До новых встреч!